Привет! Это IT News, новости из мира хай-тек. С вами Диас Иркинов. Поехали! Они хотят смотреть рекламу. Пользователи Reddit обнаружили, что YouTube начал замедлять загрузку сайта, если включен блокировщик рекламы. Сайт может не только медленнее загружаться, но и не отвечать на запросы пользователя. У этой проблемы есть два решения. Либо купить подписку, или отключить блокировщик и смотреть рекламу. Компания SpaceX планирует выпустить портативную версию спутниковой антенны Starlink, названную Starlink MiniDish. Глава компании Илон Маск заявил, что эта антенна будет достаточно маленькой, чтобы ее можно было носить в рюкзаке. Это предложение ориентировано на тех, кто нуждается в портативном и удобном способе доступа к интернету через спутниковую связь. Также Маск анонсировал новый сотовый сервис Starlink, который будет предлагать скорость передачи данных до 7 Мбит в секунду на ячейку обслуживания. Кроме того, он упомянул об антенне Starlink Dish следующего поколения, предзаказ на которую уже открыт. Цена нового поколения антенн равна текущей цене второго поколения, или 599 долларов, но себестоимость их производства ниже. SpaceX могла значительно снизить производственные затраты на свои терминалы, что ранее обходилось до 3000 долларов за единицу. Новые терминалы обещают более стабильную работу и высокую скорость загрузки, согласно отзывам читателей PSMac. Компания также открыла новый завод Starlink в Техасе, где, как предполагается, производятся эти новые терминалы. Кроме того, SpaceX разрабатывает сервис Starlink Direct2Sell, который позволит передавать данные на обычные мобильные телефоны, обеспечивая связь даже в самых удаленных регионах. Компания уже продемонстрировала успешную передачу SMS-сообщений между стандартными смартфонами с использованием спутников Starlink Direct2Sell. Агентство NASA совместно с Логхит Мартин представило экспериментальный сферозвуковой самолет X-59, разработанный для тихого полета на сферозвуковой скорости. Это событие открывает перспективы для гражданской сферозвуковой авиации, не создающей значительное шумовое загрязнение. X-59 выступил в белой ливре с красными полосами на крыльях и эмблемой NASA. Самолет предназначен для отработки технологии, позволяющей снизить уровень шума при преодолении звукового барьера. Первый полет запланирован на конец весны или начало лета этого года, после проведения всестороннего тестирования систем и проверки совместимости с наземным оборудованием. Важной частью испытаний станут пробные полеты над несколькими американскими городами. Во время этих полетов специалисты NASA установят датчики шума на земле и проведут опросы местного населения, чтобы оценить восприятие шума от пролетающего самолета. Эти данные будут важны для дальнейшего развития сверхзуковой гражданской авиации. Самолет X-59 обладает уникальным дизайном, направленным на снижение шума. Особенностью его конструкции является длинный нос, из-за чего кабина пилота расположена почти посередине самолета и отсутствие остекленения в направлении полета. Пилоту в ориентации помогают внешние камеры высокого разрешения.